так же я начинаем приветствоваться всем привет с казахстана спасибо леонид здравствуйте шкарала как всегда на месте так сан николаевич привет на нет бухтияру привет казахстана еще раз получается два привета а все души нуля шабалетин шелепа курган привет я кузнецов казачинская приветствует подольская хабаровск питали шестах всем благородия процветания вот санкт-петербург держится это интересно в каком смысле вы держитесь так здравия винограду так вот она проблема с погодой казаков здравствуйте тверь борис соловьем всем добра вам тоже и добра и света винограда саверань минус 1 весна свинин всем привет выбор чур я первый за черенками шелковицы так вы видели александр вы видели там электронный адрес да я думаю успели списать и вы сможете вы сможете его а вон там алексейка еще что-то внизу пишет короче 1 1 1 шелковица и так выбор подольская я в хабаровске лучше напалов покупала черенки для привык очень хорошие сливы яблони вот абрикос пропал так ладно алексей коллектив укореню вместе с вами черенки шелковицы как раз ее время больше черенки двух сортов железного броска подробности по электронной почте пишите отвечу всем без проблем алексей коллектив вот адрес статьи вот видите вот я не знаю как я могу его скопировать а вы интересно сможете так если смотрите то копируйте наталья добрый вечер алексейка черенки шелковицы пользуется спросом у меня 6 деревьев шелковицы материал пока есть но быстро улетает подружка я тоже косточки осенью кастрюли закапываю пакетах полиэтиленов слажен песком по крайней мере так машине себя точно всем привет из москвы минус 2 астрахань плюс 5 так сергей сад энгелис саратов плюс 5 поверишься на фонда всем здоровья родная астрахань огромный привет снова сибирска у нас минус 12 кстати уже по всей сибири пошло потепление к сядне обещали минус 10 а у нас 20-30 так и стоит но у нас как лавина так сергей александр виталий шостак пишет вы чё пусть пишет мы подождем на спешить некуда я посмотрел кто со мной общается среди ну когда я вижу новое я уже из поколения выучил поэтому когда вижу новая фамилия так радуюсь всегда приятно брат что ты на месте спасибо за фирмы пометок помогли я все или я еще до сих пор не закончил эту серию о наших великих притечах посмотрите это я покажу в этом человеке я писал и даже глава в книге все равно время прошло все забыто это человек который создался на горшке садоводство представляете кто сейчас об этом и знает а когда-то будет в начале это будет проходить все студенты начали история российского садоводства она будет делиться на главы там будет история с россии с иногорского садоводства она феноменальна она не имеет аналогов нигде на всей планете тысячи людей сошли с ума это прямом смысле сошли с ума получилось то что невозможно себе представить вообще невозможно это на фоне наука загибалась не потому что она плохая потому что перестали на по ночи финансировать вот так и вышла на первое место вышли вот такие как бородич чуть чуть не гостю показывал так солилия мы с вами не закончили эту серию или нет не хватает ну александр репет спасибо александр репет что вы нас не оставляете спасибо ну пока мы с вами здоровались пришли еще письма питались астрах пишет вот снег выше саженцев абрикос на улице минусула температура когда надо будет откапывать деревья или катал уже потекут будет поздно смотрите если снег выше саженцев абрикос он когда за счет садится он их сломает чего ломает вот так и те что знаете такой вот как молния это проходил откапывайте на половину сейчас хотя бы на половину вот а потом я не знаю где вы живете бывает как у нас допустим большинство садов вот такой склон с гуся вода сходит не успевает выпирать а если на ровном месте я заметил даже груши на ровном месте растут и выпиливают очень быстро за 5-10 лет посадили нет и вям просто ровное место и для них этот снег глубокий смертельный пока он растает весь смотришь основание штампа уже мокло мокло и все изгнило так что давайте начинать откапывать одежда мариева я красивый добрый вечер благодарю вас за семинар в июне у меня появится малыш мальчик ящик еще про хочет все зайдут теперь есть кому передать ваше драгоценное наследство хочу вашу информацию про паперша что очень вред ой как господи хоть одного парня спасу это не шутки это страшная вещь это подлая вещь вот иногда думаю но не могут не знать то что я говорю вот эти папершу что они смертельно опасны для нет конкретного человека нет для всех людей потому что когда мальчики перестанут быть мужчинами перестанут защищать себя семью то что сейчас происходит когда это до конца дойдет сейчас еще есть какая-то гвардия которая правда может женщину давить живот сапогом вот много чего еще есть у нас еще какие-то мужчины делают вот есть береты даже и красные береты еще какие-то береты но это уже все это уже это я уже одно знаю в школу приходят больные дети данные от учителей ни одного здорового ребенка и никто и даже нет они пошевелятся если вы с улицы нас не выгодят сейчас на улице никого не выгодят я сейчас только с этого не сейчас а два часа назад брат подтвердит он не звонил я по стадиону ходил на 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 этих самых только один маленький мальчик с мамой на горке это все горка городская горка никого вообще детей нет ну и что что понедельник есть две смены 1 2 бесполезно так что надежда я очень надеюсь что хотя бы вам помог елена всем привет в питере нет таких просто по метру даже на старых деревьев спались и найти дело по двое на чем-то не то не только по двое это вот в питере оказалось персик причем нормальный персик просто мы видели хотя день бороться лучше причин много я могу только гадать назвать причины понятно что старые яблони они на то и старые чтобы просто не давали раньше не было понятия которые мы называем микроклоны то есть микро подвой выращивая из палок с искусственными корнями они специально так делаются в нем не могли расти удобно снимать будете насыпочки не вставать такая подлость вот но это уже последние годы ну десятилетия а если вы про старые яблони ну их надо оболажать оболаживать хорошо делай в подвое и не в подвое сходу и не ответишь так нам еще двое пишут подождем я лично не спешу формально мы как давали два часа на лекции час на на переписку на разговоры вот так что подождем питер конечно с точки зрения садоводства даже я был неблагополучный очень много побычу а 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